Всем привет, с вами Света Геймер и меня пригласили ребята с канала Морковь Про, чтобы я им помогла провести челлендж. Хочу, не хочу. Мы находимся в их школьном классе и сегодня ребята будут выполнять просто безумные задания. Так что смотри ролик до конца и не переключайся. В сегодняшнем челлендже у нас три игрока. Никита типа спортсмен, Вика, то бишь она вилка и Даша радость наша. Правила челленджа. Я буду показывать задания, а ребята с помощью этих бумажек будут определять, кто из них будет выполнять эти стрёмные задания. Ну что, поехали? Рамп номер один. Тяните бумажки. Не хочу. Не хочу. Хочу. Тебе нужно достать зубами конфету из тарелки с мукой. Начнём. Итак, Дашу предстоит достать конфету из этой тарелки наполненной мукой. Без рук, зубами. Давай, Даш, я в тебя верю. Давай, Даш. Даш. Снегурочка. Снегурочка. Молодец. Покажись, покажись какая ты красотка просто. Я нашла себе новый макияж. Ну что, я так думаю, что Даша справилась с этим заданием. А теперь приходим ко второму раунду. У ребят вот такое вот задание. Ребят, цените бумажки. Я последний. Не хочу. Хочу. Даша снова будет выполнять задание. Тебе нужно сказать скороговорку, держа во рту орехи. Готово? Конечно. Даша придется засунуть эти орехи в рот и сказать скороговорку. Давай прям сразу, да. Какой ты милый хомячий очень. Готово? Саша. Саша ку-саше и шашала сушку. Что, что, что? Я плохо слышу. Саша ку-саше и шашала сушку. Что, что? Саша ку-саше и шашала сушку. Итак, Даша справилась и с этим заданием, а мы переходим к третьему раунду. Третий раунд, и ребятам предстоит выполнить вот это задание. Не хочу. Не хочу. Хочу. Тебе нужно станцевать, держа в руке стакан с водой. Сможешь? Конечно, я всегда готов к трудовой обороне. Боец, она ко всему готова. И если ты большую часть воды прольешь, то ты проиграла это задание. А если не прольешь, то ты его выполнила. Ну что, начинали? Стартуем, так сказать. Я уже пролью, мне надо танцевать не надо. Ну все. Отлично. Я не умею танцевать. Больше движений, больше. Больше, больше стабильки. Руками, руками, руками. Ну, нет, еще не половина. Или продолжать, продолжать. Пока музыка играет, продолжать. Отсюда все в силу. Все, Вик. Ну, не половина. Будем считать, что Вика справилась с этим заданием. У нее в стакане осталось больше половины воды. Вику поздравляю, садись на место. И мы переходим к следующему раунду. Четвертый раунд. И на этот раз, ребятам, нужно будет выполнить это задание. Хочу. Не хочу. Ну, у тебя тоже хочу. Мы решили немного усложнить челленджи, поэтому теперь два игрока будут выполнять одно и то же задание. Вам предстоит нарисовать себе сплошную бровь и сидеть так до конца игры. Я очень сильно хотела, чтобы Никита поучаствовал в каком-нибудь задании. Мое желание сбылось. Ну что, ребят, готовы? Чего вы такие тухлые, а? Раз, два, три. Ты первый. Я такое мечтаю каждое утро, чтобы мне кто-то крылья нарисовал. Быть восточной женщиной. Больше, побольше набирай. Побольше. Нет, нет, нет. Побольше, кжимон оброзь. Волоски прорисуй. Вика, не отобегайся. Мама, роди меня обратно. Вик, ты такая красивая. Давай, еще набери этой помадки и прорисуй второй слой. Так, все. Так, мы Никите больше кисточку в руки не даем. Вика, теперь твоя очередь, да? А можно мне домой? Нет, нет. Там не сидит. Побольше полоски, побольше. По-моему, хватит. Нет, нет, нет. Никита, это мель. Это мель. Что, хватит? Это мель стоит. Дай мне посмотреть. О, у меня хуже, чем у тебя. Тебя красивее. А у меня нет. Я так думаю, что нужно переходить к следующему раунду. Поехали. Ну что, красавица Никита и красавица Вика. И наша Даша, радость наша. Готовы к следующему раунду? Готовы. Ребята, предстоит выполнить вот это вот задание. Тяните бумажки. Ура, я хочу. Не хочу. Никит, ты серьезно хочешь? Нет. Тебе придется жонглировать сырыми яйцами. Ребята, как думаете, Никита справится с этим заданием или нет? Братик, я верю в тебя. Вот куриные яйца, а не сыры. Но чтобы усложнить это задание, Никите придется жонглировать эти яйца на стуле. Готов? Да. Смотри, чтобы задание считалось выполненным, тебе нужно будет яйца подкинуть и поймать 10 раз. Ты готов к этому? Да. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Братик, я так тебя верила. Никита, ты не настраивайся, ты выполнил задание и на 11 разе ты разбил яйца. Ничего, с кем не бывает. Поехали, следую. С кем не бывает. Второй раунд. И прежде чем я вам покажу задание, я вам предлагаю его отгадать. Есть три варианта. Первый вариант, попрыгать на одной ноге на табуретке. Второй вариант, обсыпать себе лицо блестками. И третий вариант, почесать своей пяткой ухо соседа. Ну, пока напишите в комментариях, а я подожду. Угадали? Я надеюсь, что вы угадали. И правильный ответ, вот это. Ребят, тяните бумажки и сейчас мы выясним, кто же будет выполнять это супер-хорошевое задание. Не хочу. Хочу. Дальше, я тебя поздравляю. Мукой ты уже обсыпала себе лицо. Теперь осталось добавить блестки для полной красоты. Поехали. Вот блестки. А Вика тебе в этом поможет. Давай ладошечки свои подставляем. Ох, на волшебную пыльцу похоже. Побольше, побольше. Да, я прям не жалею. Вот так вот. Хочу, могу как муки насыпать тебе. Ну все. Раз, два, три. Ребят, правда, что Даша похожа на какую-то феечку из мультиков? Феечка Винкс. Красоточка. Муки не хватает. Даша, радость наша умылась, и мы переходим к седьмому раунду. И ребятам предстоит выполнить вот это задание. Хочу. Никит, тебе предстоит отрезать свой локон волос. О, нет, нет, нет. Ребят, переигрываем. Переигрываем. Нет, 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 нет. Ребят, я еще круче придумала. Я нашла электромашинку. И сейчас я Никите сама обрежу волосы. Никита, готов? Нет. Иди ровно. Я ему отстригла волосы. Вот прямо чудо. Я боюсь, что он ждет дальше. Да ладно, там почти незаметно. Вернись. Заметно? Ну. Следующий раунд. Войнуй раунд. И ребятам предстоит выполнить вот это вот задание. Хочу. Тебе нужно выпить из тарелки молоко без рук. Как кошечка, да? Мяу. Да. Вика уже вжилась роль кошечки. И сейчас будем смотреть, выполнит это задание Вика или нет. Приятного аппетита. Вкусно? Да. Я чувствую, меня сейчас окунули, да? Нет. Нет. У меня самый лучший праздник. Следующий раунд. Кому понравилось, что мы Вику окунули носом молоко, поставьте лайк. А сейчас мы переберем к следующему, девятому раунду. Ребятам придется выполнить вот это вот задание. Интересно, кому достанется это необычное задание? Не хочу. Не хочу. У меня тоже не хочу. И у меня. Никита, я видела, что у тебя там хочу. Доставай бумажку. Ах ты жули. Тебе нужно сделать яркий макияж. Брови у нас. Нет. Можно я? Можно я накрашу? Можно я? И Никита будет красить Вика. Я сделаю все как надо. Никита, крепись. А ты знаешь, что ты лучший друг мой? Может, не будем так делать? Вик, ты кого из него делаешь? Красавца. Ну, все. Можешь посмотреть. Никита, ты такой красивый. Нет, ну что за мухомор там? Красный свет дороги нет. Усики, усики. Нет, бранжуры. И барабанная дробь. Что купим? Барабанная дробь. Десятый юбилейный раунд. Вот такое вот задание придется выполнить одному из трех игроков. Я первенькая. Не, мне. Иди мне. Не. Тебе всего лишь нужно нарисовать свой портрет с закрытыми глазами. Вики, мы завязали глаза. Мы тебя разворачиваем к доске. Подаем клевочек. Начинай. У меня большое лицо. Решу нос. Глубы. Не, мне дай химали. Практически Пикассо. Бровки. Глаз большие. И лесенечки. Голосы. Я ж не лысые. Лучше не стало. Хайш. Все, я могу открывать глаза? Можешь смотреть на свой автопортрет. О, кстати, очень даже неплохо. Я считаю, какие у меня губки пышненькие. Глазки почти на брови. Где я же не с собой лупу? Вот у тебя бровь. Вот и он. Ребят, напишите в комментариях. И сравните, похожа ли Вика на свой портрет или нет. Мне так кажется, что тебе чего-то не хватает. Вот, тебе не хватает моно-бровки своей. Вот тебе похожа. Если вам понравился этот челлендж, то не забудьте подписаться на этот канал Морковь Про. Здесь будет много интересных видео. Пока.